Уже больше 20 лет не существует Советского Союза. 60 лет назад умер Сталин. Тем не менее, споры о Сталине не утихают. Более того, несмотря на 20 лет антисоветской пропаганды и антисталинской пропаганды, уважение к Сталину растет, интерес к Сталину растет. И та молодежь, которая выросла за последние годы, эти люди 20 лет, люди, которые выросли уже после Советского Союза, они все чаще обращаются к фигуре Сталина, причем обращаются со знаком плюс. Ну и естественно, альтернатива – это кампании десталинизации, которые контрпродуктивны, которые значительно больше способствуют популяризации Сталина, чем что бы то ни было. Вот имеет смысл поразмышлять о том, ну грубо говоря, кто друзья Сталина и кто враги, за что ненавидят Сталина на Западе у нас и чего хотят те люди, которые выставляют Сталину оценку плюс. Ведь когда несколько лет назад была такая шоу-программа «Имя России», Сталин долгое время лидировал, в конечном счете он оказался на третьем месте, я в это абсолютно не верю. Там лидером оказался Александр Невский, фигура абсолютно несопоставимая со Сталином, потому что те задачи, которые пришлось решать Сталину, они несопоставимы с теми задачами, которые решал Александр Невский и по итогам тоже. Что такое запрос на Сталина сегодня? Прежде всего, это запрос на социальную справедливость, на то, чтобы вор сидел в тюрьме. Министр, разграбивший со своим гаремом министерство, должен сидеть в тюрьме. Он не сидит, и у людей это вызывает удивление. При Сталине сажали за меньшее. Помимо социальной справедливости, это запрос на державное величие, на то, чтобы никто не рассказывал нам, какая у нас должна быть ювенальная юстиция, как мы должны воспитывать детей и общество, которое просто залито гноем порока, западное общество, чтобы оно не научило нас, как нам себя вести. Это вторая вещь, помимо социальной справедливости. Ну и наконец, для многих людей это такой в общем плане реванш. Реванш за 20 лет наших проигрышей на международной арене. Реванш не в смысле со штыком в горло, а реванш в смысле социально-психологического ощущения. Люди вспоминают сталинскую эпоху и при всех ее издержках, а у какой эпохи нет издержек, когда говорят, что, например, какой ценой строился Советский Союз, а какой ценой построены Соединенные Штаты, а какой ценой построена Британская империя. Кстати, когда Черчилль задал Сталину вопрос, что самое тяжелое для него было в истории Советского Союза, он сказал, что самыми тяжелыми годами были годы коллективизации, потому что за короткий срок нужно было решить очень-очень много проблем. Если посмотреть, что такое коллективизация, это раскрестьянивание. Если посмотреть, как решался этот вопрос в Англии 16 века, раскрестьянивание, ну там он просто был кровавый, жестокий и в процентном отношении, там такой был выкашен процент, который у нас просто не снился. Иными словами, запрос на Сталина это запрос на достойную и справедливую жизнь. Интересно посмотреть, а кто же десталинизатор, кто ненавидел и ненавидит Сталина в советском обществе. Во время жизни Сталина у него были оппоненты с двух сторон. Первые это те люди, которые считали, что Сталин предал дело мировой революции. Это были сторонники троцкистского проекта «Мировая революция». По их мнению, Сталин предал этот проект. В чем-то они были правы, потому что Сталин действительно ликвидировал проект мировой революции и вместо него стали строить социализм в одной отдельно взятой стране. То есть это преемственность по линии царская Россия, Россия советская. И перелом этот произошел в 1927-1929 годах, но уже в 1936 году были первые результаты. Напомню, что в 1936 году появился термин «советский патриотизм», «советская родина». В 1936 году восстановили празднование Нового года с елкой. Только это была уже не рождественская елка, а новогодняя. В 1936 году перестали отмечать тот праздник, точнее под старым названием, который потом отмечали как день Великой Октябрьской социалистической революции. С 1917 по 1936 год этот праздник назывался «Первый день мировой революции». Потом он стал днем Великой Октябрьской социалистической революции, то есть чисто советским праздником. Иными словами, Сталин соединил дореволюционную Россию самодержавную и Россию послереволюционную. Он осуществил эту смычку. И те, кто выступал с позиции мировой революции, считали его предателем и врагом. То есть левые глобалисты. И в этом плане они совпадали совершенно с Западом, для которого мировая революция нужна была только с одной целью. Уничтожение национальных государств и создание Европы и мира, Венеции размером с Европу и мир. Кстати, очень интересно, в 1930 году Ялмар Шахт, аргументируя, почему финансисты должны поддержать приход Гитлера к власти, говорили, что он сломает национальные государства в Европе. И мы получим Венецию размером с Европу. Когда в 1929 году Сталин выслал Троцкого из СССР, то есть поставил окончательный крест на проекте мировой революции, именно с этого года британцы и американцы начинают вести активно Гитлера к власти, то есть реализовать проект мировая война. Если не мировая революция, значит мировая война. Итак, это одна линия неприятия Сталина у нас в стране. Вторая линия, прямо противоположная, это те люди, которые были ориентированы на сверхпотребление. Сверхпотребление не вообще, а сверх той нормы, которая им полагалась. Мы ведь прекрасно знаем, что номенклатура это господствующая группа без собственности, а разные слои номенклатуры отличались друг от друга объемом потребления. То есть это было ранжировано иерархическое потребление. Ну и естественно, каждая группа хотела потреблять больше, чем им положено по статусу. Это во-первых. А во-вторых, такая группа стремилась к тому, чтобы закуклиться и стать закрытой. Сталин всю жизнь этому противостоял. Он пришел в бешенство, когда в 1941 году узнал, что те чиновники, которые уехали в Куйбышев, они для своих детей решили устроить спецшколу, чтобы они, не дай бог, не путались вместе в одной школе с детьми рабочих. Сталин пришел в бешенство, сказал, проклятая каста. И собственно, он и боролся против вот этой проклятой касты, не давая ей превратиться в класс. И когда Сталин сказал свою знаменитую фразу, по мере строительства социализма и приближения к нему, классовая борьба будет обостряться, он имел в виду, естественно, не кулаков, не те классы, которые ушли. Он имел в виду опасность превращения в класс номенклатуры. И как мы видим по перестройке, он как в воду глядел. Мы получили тот слой, который превратился в класс собственников, разменял власть на собственность. То есть, иными словами, Сталина ненавидели две группы, которые противостояли друг другу. Условно говоря, троцкисты и бухаринцы. И поэтому один из процессов 1937 года, который назывался процессом на троцкистско-бухаринцах, на первый взгляд, кажется странным. Троцкий, левый, бухарин, правый. Какой здесь смысл? Но это диалектика. И Сталин, отвечая на этот вопрос, очень четко зафиксировал. Сказал, это диалектика. Пойдешь направо, придешь налево, пойдешь налево, придешь направо. И те, и другие не принимали сталинизм, но по разным причинам. Для одних, для бухаринцев, это был курс на потребление, на превращение номенклатуры в класс, для других это мировая революция. То есть, и что у нас произошло после 1956 года? В 1956 году дети и тех, и других были самыми главными обличителями Сталина. И вот эта линия, кстати, на потребление, она восторжествовала в 1961 году. И она нанесла еще более страшный удар по социализму, чем доклад Хрущева о культе личности. В новой программе КПСС в 1961 году было зафиксировано, что главная задача КПСС это способствовать удовлетворению растущих материальных потребностей советских граждан. Социализм стали измерять в категориях, подчеркнутыми из совсем другого общества, из капиталистического. Антикапитализм таким образом капитулировал. И кроме того, здесь бомба была такая. Раз мы теперь измеряем все в материальных потребностях, значит, основная масса людей смотрит на менклатуру, как они живут. Это значит, паскуда своей материальной потребности решил, а мои нет. То есть, это была, так сказать, такая бомба, двойная бомба. Но это что касается тех, кто ненавидел Сталина внутри страны. Да, ну, естественно, Сталина ненавидел и ненавидит номенклатурное варьё. Ведь те люди, которые сейчас воруют в особо крупных размерах, ведь они понимают, что если будет наведена элементарная дисциплина, то это означает, что они, как в лучшем случае, их отстранят, в худшем посадят в тюрьму. Поэтому наши чиновники, вороватые, как только начинается, ну, минимальное, так сказать, наведение порядка, они кричат, 37-й год, не позволим вернуться к 37-му году. Они понимают, то есть, это хорошая поговорка, знает кот, чьё мясо съел. Очень интересно, за что ненавидит Сталина западная верхушка. Ну, ей тоже есть за что ненавидеть. Дело в том, что Сталин трижды срывал планы глобалистов. Первый раз, это когда курс на мировую революцию, которая должна была вымастить слева путь к глобальной системе, когда он прервал, и в России стали строить социализм в одной отдельно взятой стране. Такое не прощается. Второе, это когда мы разгромили вермахт, и уже в 44-м году стало ясно, что мы сделаем Гитлера сами, и наши так называемые союзники вынуждены были срочно открывать второй фронт, чтобы, не дай бог, мы не дошли до Атлантического океана. Предполагалось, что Гитлер всё-таки сокрушит Советский Союз, но не получилось. И, наконец, третий раз, это когда уже в 52-м, 53-м годах, в последние годы жизни Сталина, Советский Союз практически восстановился после Великой Отечественной войны. По оценкам западных экономистов, это должно было произойти в начале 60-х годов. В начале 60-х годов мы запустили Гагарина в космос. И это тоже произошло на сталинском фундаменте. Иными словами, Сталин трижды срывал планы глобалистов. Такие вещи не прощаются. Вот эти нынешние попытки отождествить сталинизм с гитлеризмом, они тоже очень интересны. Дело в том, что целеполагание определенных кругов западной элиты сегодняшней, оно очень близко нацистскому целеполаганию. Это класс избранных, избранный миллиард. Это антихристианство, вместо него экологизм, сатанизм. Это двухконтурная система управления, то есть некий орден и какие-то партии. Это ситуация Третьего Рейха. Нацистская партия, но за ней стоит Черный Орден СС. В этом отношении Третий Рейх был никакой не альтернативой западному проекту. Это была брутальная форма, в брутальной форме эксперимент установления нового мирового порядка. О новом мировом порядке говорил Гитлер. А в 1940 году вышел череду четырехтомник Герберта Уэллса, человека за кулисы, который так назывался новый мировой порядок. Только в мягкой форме. И там должны были к власти прийти технократы, интеллектуалы и финансисты. Здесь все было значительно жестче и яснее, брутальнее. И очень интересно, куда делись те люди, психиатры, физики, инженеры, которые работали на Гитлера. Они оказались все в Соединенных Штатах Америки, работая на западный проект. И многих из них, например, Гелена, одного из крупнейших разведчиков Третьего Рейха, его вывезли в Соединенные Штаты в нарушении законов Соединенных Штатов. Его привезли в Вашингтон. То есть, иными словами, уже в конце войны была смычка бывших нацистов, точнее, бывших нацистов не бывает, нацистов, и вот этого англо-саксонского истеблишмента. Для чего сейчас понадобилось свести вместе гитлеризм и сталинизм? Сталинизм был реальной альтернативой. Сталинский проект, Советский Союз, системный антикапитализм был реальной альтернативой капитализму и глобализму. Нужно стереть память об этой альтернативе. Не должно быть альтернатив у глобализма. Поэтому мы сейчас подведем сталинизм под гитлеризм, который не был альтернативой. И это все устраним. Одновременно с этим на Западе идет мягкая скрытая реабилитация Третьего Рейха и нацизма. Есть такой документ, он голосуется в ООН против ксенофобии, расизма. И там есть пункт против героизации нацизма. Соединенные Штаты всегда воздерживались по этому поводу, а страны Евросоюза голосовали за этот документ. То есть против героизации нацизма. А в 2011 году 17 стран Евросоюза проголосовали против этого документа. Из 2017 и из 2017. То есть можно героизировать нацизм. И то, что бывшие эсэсовцы маршируют в Эстонии и Латвии, то что Запад к этому относится спокойно, очень показательно. А скажем, советская символика, то есть символика той системы, которая сломала хребет фашизму, вот она под запретом и всячески давится. В ближайшее время в Германии переиздадут Майнкампф. Ее не издавали не потому, что Гитлер плохой для них, а потому, что по немецким законам, если человек считается умершим и не оставил наследников, то в течение 70 лет его работы не издаются. Но уже в ближайшее время, еще раньше Майнкампф выйдет цитатник из Майнкампф. Уже говорят о том, что нацизм был более мягкой формой тоталитаризма, чем коммунизм. То есть, иными словами, идет мягкая реабилитация Третьего Рейха, демонизация реальной альтернативы новому мировому порядку. И эта альтернатива связана со Сталином. Он действительно ключевая фигура, потому что он связал в феномене, даже не в личности, а в феномене Сталина, связаны русская дореволюционная история и советская. И, с другой стороны, мировая линия, линия мирового революционного движения, потому что большевики были частью мирового революционного движения, и советский строй. То есть, это ключевая фигура, которая на перекрестке всех линий истории 20 века. И ясно совершенно, что те, кто хотел стереть Советский Союз, должны были начинать со Сталина. Но сегодня нужно помнить, что удары по Сталину, это удары уже не по Советскому Союзу, это удары по России и по нашей истории. Сталин – ключевая фигура русской истории. И антисталинизм это форма русофобии. И косвенно форма героизации нацизма. Мы это должны очень хорошо помнить, потому что в 1991 году холодная психоисторическая война против России не закончилась. Наш замечательный разведчик Леонид Владимирович Шибаршин, ушедший в прошлом году, как-то заметил, что Западу от России нужно одно, чтобы ее не было. И десталинизация, и антисталинизм это одно из магистральных направлений в психоисторической войне против нас. Надо это помнить и соответственно реагировать.